Беспомощное положение, отсутствие надежды, когда мы достигаем высшей точки разочарования, пика разочарования, тогда, иногда, так или иначе, в глубине сердца рождается такое чувство, «О, мой Господь, я беспомощен, я жалок, у меня нет сил, я окружен врагами, я в руках моих врагов, нет свободы, я в тюрьме, я полностью нахожусь под контролем столь многих врагов, в форме друзей, в образе друзей, подобное беспомощное состояние, отсутствие надежды. Приди насильственно, потому что иначе у меня нет надежды. Я даже не буду позволять тебе установить со мной связь. С незапамятных времен я служил этим господам, но они не удовлетворены моим служением. Я стал их рабом, вечным рабом, и нет возможности выбраться, избавиться от этого рабства в таком беспомощном, жалком положении я нахожусь. Только если ты придешь сам и утверждишь себя так или иначе, тогда они покинут меня, в противном случае нет шанса, у меня нет шанса. Внимание, если только ты обратишь на меня чуточку своего внимания, тогда у меня есть надежда, и дашь мне некое занятие. Такого рода патетичная молитва из глубины сердца, молитва о спасении, вот в чем мы нуждаемся. Субтитры создавал DimaTorzok На этом я остановлюсь. Один и тот же вопрос всегда задается. Это вопрос, который я задавал раз или два, но я спрашиваю. Мы предуправляем каждого, воодушевляем каждого повторять Харе Кришна мантру, однако мы видим, в Падмапуране сказано, что без должного посвящения мантра не имеет эффекта. Те, кто лишены подлинной связи, должной связи, могут ли они получить некое благо от повторения мантры? Подлинный прогресс невозможен в этом случае, в отсутствии посвящения. Возможно, это категория пурная, то есть накопление некой заслуги, и это такое повторение может стать, а может не стать. Нама-бхасы. Влот до Нама-бхасы, мукти, может быть подобное имя. Семя, лишенное потенции внутри, лекарство как будто бы присутствует, но потенция, мощь лекарства отсутствует. Максимально подобное повторение может породить на Мама-бхасу. Главный момент таков, это нечто нематериальное, не принадлежащее к юрисдикции воображаемая сфера, сфера заблуждения. корень должен быть не в сфере ложной имитации, но необходима связь с безграничными. Это один момент. Второй момент таков. Необходимо относиться к имени должным образом. И должное отношение подразумевает Севен-мук. Севен-мук-хату, дух служения, неэксплуатации. Дух, настроение служения должен присутствовать, и семя, семя, должно быть подлинным, наделенным потенцией. Эти два момента безусловные требования. Мы должны избегать того, что берет начало в магическом измерении. Неподлинное имя. Это опасное явление. Мы должны избегать его. Мы должны обрести связь с истиной, с реальностью, и иметь дело с этим явлением подлинным образом. Я в качестве данной традиции имитирую это явление, но соприкоснуться с истиной. тогда подлинного результата мы можем ожидать. Истина независима. Она не подвластна чему бы то ни было еще. Мы должны обрести связь с истиной только. Как обрести эту связь, это не так-то просто. А благодаря Сукрити и Сааду Санге. Мы должны понять азбучные, фундаментальные принципы. Фундаментальные принципы. тогда, если мы сумеем их понять, все остальные вопросы будут получать ответ, будут разрешены. Все остальные проблемы будут разрешены. У каждого из нас индивидуальные случаи. И ответы будут носить индивидуальный характер, но фундаментальные положения следует осознать, что есть что. Бхакти может порождать Бхакти. Никогда Майя не может порождать Бхакти. Реальность дает реальность. А не мисинтерпретация, ложное истолкование реальности способно породить реальность. Это очень просто. все остальное прорастет из этого понимания, этой концепции, проявится в гуще заблуждений, ложных представлений, любой природы. Можем ли мы получить облегчение и избавиться от ложных представлений? Некое позитивное явление должно прийти к нам на помощь. Если вы не понимаете, азбучные истины, фундаментальные принципы, тогда один и тот же вопрос будет вновь и вновь возникать. Аналогичные вопросы всегда будут возникать. Ассимиляция необходима. Усвоение. Слушать и усваивать. Это подлинное слушание. Действительно слушать значит усваивать услышанное. Повторение ощущения не является опытом. Опыт это не повторение ощущения. Повторение ощущения. Но ассимиляция, усвоение если слушание подталкивает нас идти в определенном направлении или действовать определенным образом, тогда это опыт. Но как таковое повторение ощущений не есть опыт. Опыт подразумевает что ощущения что ощущения приводят к знанию реализации. Внутренний человек должен присутствовать. Который слышит и усваивает. Ставит все на свои места. Услышанное. И опыт приходит в этом определенном положении, которое он занимает. Если просто слушать, не различая что есть что, не ставясь на должные места, на свои места, это не есть подлинное слушание. Гегель сказал, Кант или Гегель или Лок или Хьюн. Простое повторение ощущений — ничто. Восприемник должен быть внутри, тот, кто слушает, тот, кто воспринимает. И воспринимать он должен должным образом. И ставить все, расставлять все на свои места должным образом. тогда это будет знание, опыт, наш опыт. Внутренний человек должен присутствовать, слушать, видеть. Повсюду должен быть внутренний человек, кто слышит, кто видит, и расставляет услышанное и увиденное на свои места таким образом, чтобы в будущем эти переживания могли быть использованы, могли быть актуальны. Это и есть знание. В Бхагавад-Гитте мы видим ассимиляцию. Многие истины различных типов приведены в гармонию таким образом или расставлены таким образом, что это некое единое явление. В конечном счете карма, гьяна, йога, многие явления, преданность, когда они расставлены на подобающие места, ни в одной другой книге, мы не находим подобного за исключением Бхагавата. Махарадж говорится «три типа рати» и «садарания рати». Садарания рати. Садарания рати. Садарания рати. Особое, да. Есть общее, целое, есть специфическое, конкретизированное, общее влечение Господу. Затем влечение принимает форму определенной расы Шанты, Даси или Мадгура. Мадгура. И также в каждой России есть спецификация. Садарана бисисо. Садарана бисисо. Бисисо. Развитое состояние. Общее характера, затем частности. В каждой расе, в конкретной расе существуют многочисленные группы, разные разделы, ведомства, лагеря. И быть специализирован, получить специализацию в определенные ведомстве. Специалисты. Саманджуша. Саманджуша. Нет, Саманджуша. 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 Приведение в гармонию. Многие в одном или многое в одном. Организованное. Все объемлющие и все приводящие в гармонию. Все. Наш гуру Махараш имел обыкновение говорить. Религия подразумевает занятие правильной позиции. Общая правильная позиция. Затем правильная позиция в частности и вплоть до экстремальной степени. Подобное занятие позиции вплоть до экстремальной степени. В глубину. частность частности. Марас, кто-то может спросить, в Шримад Бхагаватах мы видим гопи Вриндавана. В определенном моменте были, очень хотели обрести Даршан Кришны, но не могли, поскольку их мужья препятствовали им. И в это время некоторые из них оставили свои тела. В какое время? Кто-то может спросить, они вечные спутницы Кришны, как же возможно, что они оставили тела? Как будто бы тела. Это шоу, спектакль. Этот аспект. Есть гопи, аспект гопи, взаимоотношения с Кришной, и другой аспект показан. Как здесь, в этом мире. Что-то представлено в виде картины, какая-то реалия, которой нет здесь. Картина дает представление. Например, картина изображает Гималайскую гору. Гималая здесь нет. Но картина представляет Гималай. И их так называемая семейная жизнь подобна такой картине, написанной Дас Госфами. Глиняная кукла. Да, но это слово означает глину. Это птица, которая издает определенные звуки. Механическая птица. Это устраивает йога-майя. Театральная сцена. Эта театральная сцена создается, чтобы усилить влечение к Кришне. Влечение в высочайшей степени со стороны гопи. Оно уже в высшей степени. Экстремальной, но для того, чтобы сделать его еще более экстремальным. На них кто-то заявляет права. Устраивается так, что кто-то заявляет на них права. Не позволяет им соединиться с Кришной. Какой-то выдуманный демон, воображаемый демон. Муж или что-то в этом роде. Это паракия-бхала. Локальные требования. И влечение к универсальному. Универсальной жизни. Влечение. Локальный тщетен. Локальные требования. Тщетно. Оказывается, тщетно, но не имеет на них никакого воздействия. Но так устраивается, чтобы усилить качество любви. мальчик. Скажем, мальчику говорят, возьми куклу, но не садись на колени к матери. Что ты выберешь? То есть, возникает некий соблазн с противоположной стороны. Ему дается выбор. Настоящий умный мальчик скажет, мне не нужна кукла. Мне нужна мать. Любовь матери. Нежность. Не кукла. Испытание. Некое испытание происходит, чтобы оценить качество и увеличить склонность влечения. Они отвергают требования религиозной и социальной сферы, религиозные и социальные требования и идут к Кришне спонтанно, бессознательное влечение, чтобы был случай, немецкий кайзер, его мать была религиозной женщиной из королевской английской семьи во время Первой мировой войны. Кайзер приехал в дом своей матери и двоюродным братом с двоюродным братом они стали драться и кайзеру брат ударил по носу. Он упал. Кайзер сказал «Пусть из моего тела вытечет английская кровь». Говорят, якобы так он заявил. Он был настолько немец, что он заявил, что «Пусть из моего тела течет кровь британцев». «Пусть все иные оковы, включая даже это тело, пусть они уйдут. Я немец, я принадлежу Кришне». Иначе говоря, «Я не могу оставить Кришну под воздействием, какой бы то ни было силы, давлением. Если мне нужно ради этого оставить тело, да будет так. Такой дух. Выбор. Единство. Так нам показано различного типа влечения к Кришне. Кришна привлекает целое, всю Вселенную. Каждый атом привлечен им, испытывает влечение к нему. Но существует дифференциация, градация. Все атомы не в равной степени испытывают влечение. Влечение к сладости, но есть разница в степени сладости. Все ни одного типа, градация присутствует. И она достигает такого высокого уровня стандарт, что они отвергают даже само свое существование, настолько они испытывают влечение, игнорируют саму свою жизнь, свое эго. Подобное явление возможно также. Подобное влечение возможно сама. Суть это влечение, а форма отвергается. остается суть влечение, а форма отвергается. Когда человек чувствует опасность, на него нападают, он готов пожертвовать одеждой, расстаться с одеждой и убежать голым. Нечто в этом роде. Не сознавая свое физическое существование, они чувствуют влечение Кришне. Май-бади говорят, о, видите, форма оставляется и остается субстанция. Но опять же, лила продолжается. Они входят и выходят, входят и выходят. И это на высочайшей стадии, высочайшая интенсивность в Радхаране. Она превосходит всех в такого рода влечении, чувстве. И высочайшая стадия единства единения пребывает в Махапрабу. Такой намек дан в последней шлоке Раи Рамананда. Это слова были написаны, песня была написана самим Рамананды, Эти слова были принесены на последнем этапе их беседы с Махапрабху. Рамананда сказал, «У меня есть нечто в уме, но я не знаю, понравится тебе это нечто или нет, насладишься этим вкусом, я написал одну поэму, услышь ее, и когда он декламировал свою собственную поэму, Махапрабху закрыл ему уста ладонью, не надо дальше, идти дальше». Он в настроении потенции, безумно ищет себя. И Махапрабху, он был пойман с поличным, он сказал, «Нет, не надо намекать на это сейчас». Два начала соединяются, и он в настроении другого начала своей потенции, в безумии ищет себя. не следует говорить здесь. Так чувствуют преданные здесь. Рамананда не мог выстоять, он потерял сознание, упал, без чувств на землю. Махапрабху привел его в сознание прикосновением своей волшебной руки. Рамананда увидел, Саньяси сидит перед ним. И тогда Саньяси сказал, «Могу я теперь уйти? Да, можешь». Рамананда потерял дар речи, сидел там долгое время. Махараджа, годы три-четыре тому назад, возможно, я спрашивал вас, «Тождество моего Гуру Махараджа согласно вашей вечаре, вашим суждениям может быть в духовном мире. А общий анализ показывает нечто. Я хотел спросить вас то же самое о Кришнадасе Бабаджи. Кришнадас открыто обсуждал это со мной. Он сказал, «Я чувствую в себе специфическое влечение к Сакьярасе». Ясно он выразил это чувство. Я слышал, он говорит, описание разных явлений, знаком с разными явлениями, разной стадии, но мой личный вкус, мое личное предпочтение склоняется к этому. Но с вами Махараджа, то, что я мог понять на основании его письма. Письмо я нашел, когда он плыл в Америку пропагандировать, заниматься пропагандой. Он открыл свое собственное внутреннее чаяние. Помоги мне выполнить мои обязанности здесь, которые были возложены на меня, Радхарани, столь любимой тобой. Помоги мне выполнить долг, который доверила мне. Она, любимая тобой, а после этого мы займемся нашими естественными играми во Врендаване, так-то и так-то. Так он выразился. Из этого я пришел к заключению, что он там, в этом лагере, в этой расе, в своем естественном состоянии наслаждается таким явлением. Таким выводом я пришел на основание его письма. До этого у меня не было никакого ключа к разгадке. Я никогда не обсуждал эту тему с ним. Конечно, я не читал ту часть Бхагаватам, где он переводит описание Мадуро-расы. Но все же этого достаточно для меня, чтобы предполагать, где его внутреннее стремление, чаяние в этой линии. Как было сказано, общее влечение, общее влечение, общая вербовка. И затем, когда специалист экзаменует, начинается специализация, конкретный департамент, конкретизация, общий вкус и особый вкус, специфический. Аруб Мишра упоминал свой дом в Калькутте. Может быть, у меня нет понятия. Не меньше, чем два лака. Поток приходит с этой стороны, он может принять. Похоже, что он делает это. Это высшее качество. Не может быть поймано, уловлено низшим качеством. Принятие с той стороны, может быть, не в нашей жизни. Есть многие, если они стремились к этому, они могут быть успешны. Это мое мнение, но оно их не интересует. Кунжа Бабу основал Матх там, Майапури Тиртха Махарадж. Но он не приобрел эту землю. Он поехал в Южную Калькутту, построил там что-то. Исследовательский институт Чайтани с проповедническими целями. То было место, где жила интеллигенция, и он решил основать центр в той местности. Исследовательский институт Чайтани. Поехали. Продолжение следует...